И вернемся к теме перерасчета пенсии силовикам. Как и когда Кабмин начнет выплаты, насколько они увеличатся и откуда правительство возьмет деньги. Обо всем узнаем у премьера Владимира Гройсмана, а он на прямой связи со студией. Владимир Борисович, здравствуйте, спасибо, что нашли время на разговор. И первый вопрос к вам, каков механизм перерасчета пенсии военнослужащим, ведь согласно решению Кабмина он должен охватывать срок уже с 1 января. Сейчас, конец февраля, как будут начисляться деньги за эти два месяца? Я обещал два параметра. Это то, что увеличение отбудется не меньше, чем на 1,5 тысячи в среднем. И что этот рассчитан будет сделан с 1 сечня 2018 года. Я обещал свою обещал. Сегодня мы приняли решение, которое позволит Пенсийному фонду вместе с МВС и Министерством обороны начать рассчитывание новых пенсий, которые будут рассчитывать именно это в среднем 1,5 тысячи в среднем. И мы будем дальше працювать над тем, чтобы остаточно законом визначити еще больше социальных гарантий от тех боевых военнослужащих, которые сегодня защищают нашу страну. На эти цели мы витратимем приблизно в этом году примерно 7 миллиардов гривен. И мы знаем шляхи, каким образом эти деньги мобилизовать, чтобы провести это увеличение в рамках базового дефицита, который еще пока что сохранится в Пенсийном фонде. Поэтому решение принято. Воно уже с конца этого недели будет доведено на место. И начнется работа индивидуального пенсийного фонда с каждым военнослужащим пенсионером что до подвышения. И так, как только этот рассчитан отбудется, в березне, в квитне уже военнослужащие пенсионеры получают возможность, получают фактически уже новые пенсии. Дякую. Скажите, откуда вы возьмете деньги? Вы сказали, что решение не требует внесения права к законодательству, не требует изменения бюджета. Будет ли это работать и хватит ли денег в бюджете для повышения пенсии? На такое повышение у нас хватит денег. Они предоставлены сегодня бюджетом самого пенсийного фонда. И эти выплаты будут выполнены без залучения дополнительных финансовых ресурсов. Наголошу, что это задача было очень важным для выполнения, но нужно, чтобы у нас появился новый закон. Сейчас, поскольку дискуссии продолжают, я считаю, что военнослужащие пенсионеры не должны ждать еще несколько месяцев, пока политические дискуссии закончатся. Поэтому деньги есть в рамках бюджета пенсийного фонда, и все будет выплачено до копейки военнослужащим пенсионерам. Еще один важный вопрос. Изменится ли состав тех, кто может рассчитывать на повышенные выплаты? Еще раз вопрос, я не слышал. Изменится ли состав тех военнослужащих, которые могут рассчитывать на повышенные выплаты? Расширится, возможно, либо сократится? Нет, я сказал, что это подвышение абсолютно всех военнослужащих пенсионеров. Это приблизительно 498 тысяч пенсионеров. Это почти вся количество. К другой теме вернемся. Сегодня на Кабмине вы сказали, что образовательную сферу снова ожидает реформирование. Рассказали, что станете привлекать бизнес для обеспечения потребностей школ. Как это будет работать на практике, и чем вы заинтересуете бизнесменов? Первое, я хотел бы сказать, что это не снова мы начинаем какую-то реформу. Мы сегодня утвердили стандарт новой початковой школы. Это означает, что мы изменим подходы к учению наших абсолютно талановитых детей. Мы проводим лучше, а вы знаете, что мы из семи стран взяли наибольший опыт, над которым два года работали фаховцы, министры обеспечения и министерства, для того, чтобы этот опыт дали возможность. А учить детей достаточно конкурентно, создать сам процесс учения очень интересным. Можливо, даже будут запроваджены в том числе и графики формы, и коллективная работа над предметом. Больше того, где взять кадры для вот таких новаций и новой методики, и как мотивировать учителей работать по новым методикам? Вы знаете, что с первого дня работы уряда в прошлом году мы приняли решение, и это была наша известная инициатива, увеличить заработную плату украинского вчителя на 50%, в этом году еще на 25%. Мы будем кошками повертать те борги, которые за десятилетия были накопичены, так бы мовити, морально накопичены, в том числе материально, перед украинским вчителем. И сегодня мы предпочили, в том числе, кошки для того, чтобы провести подвищение квалификации вчителей и сертификацию. На эти приблизно охопление программы будет 22 тысячи вчителей в початковой школе. Мы это сделаем за кошки государственного бюджета. И больше того, 1 миллиард в этом году мы будем направить на то, чтобы сделать материально-техническую базу початковой школы сучасную. Мова идет, в том числе, и про электронный контент навчания. Нам нужно создать много еще навчальных программ, чтобы наши украинские дети получили доступ уже с первых лет в школе до сучасных знаний, чтобы они научились вчитись, чтобы этот процесс был не обтяжливым, а максимально цикавым, чтобы каждый украинский учитель, и это такая возможность, появляется, мав смогу донести свои новаторские идеи, свои напрасывания в самосвитный процесс. И такая автономия сегодня у школ и у вчителей тоже появляется. Поэтому это новый стандарт, который не то, чтобы что-то начинает реформировать, а наоборот, посильнюет вот эту компетентную складовую навчания для наших детей. Поэтому мы идем дальше, идем вперед. Вы знаете, что несколько этапов есть. Початковая школа – это 2018 год, 1 вересня, потом базовый уровень – это вступить в силу в 2022 году, и в 2027 году – в высшем уровне начальника в школах. Но нужно максимально увеличивать проведение новых стандартов, потому что конкуренция сегодня шалена. Украинские дети являются надзвичайно талановыми, и мы должны создать для них возможности отримать базовые знания в средней школе высокого уровня. Это процесс. Но хочу подкреслить, что, на превеликий жаль, вот тот провал в государственной политике щодо поддержки качественной осветы, он сегодня и чувствуется тоже. Поэтому нам нужно надолужить все то, что было упущено за предыдущие периоды. Владимир Борисович, спасибо вам за ответы. Премьер-министр был на связи с нами и рассказал о последних решениях Кабмина. Продолжение следует... Продолжение следует...